Это молодая пара Захар и Полина. Они недавно поженились и уверены, что их знакомство — это большое везение. Но везет ребятам в последнее время не только в любви, но и в деньгах. Например, недавно на сдачу в магазине Полине дали лотерейный билет. И она выиграла по нему 18 рублей. Теперь о том, что Полина — фартовая девчонка, знают все. Мама, бабушка, соседи, весь Инстаграм, Фейсбук, Ютуб и даже одноклассники. Короче, Полина всем рассказала, что выиграла в лотерею. А потом эйфория прошла. Но ощущение удачливости осталось. Поэтому Полина решила поучаствовать во всех существующих лотереях. Захар, подожди, ничего криминального здесь нет. С 2014 года все лотереи в России государственные. Играть в них вполне законно. Однако перебарщивать не стоит. Выигрывать очень сложно. Даже если ты такой фартовый, как Полина. В России все лотереи организованы двумя министерствами. Министерством спорта и Министерством финансов. На деле же им помогают подрядчики. Самый известный из них — 100 лото. Полина, если ты решила сыграть во все законные в нашей стране лотереи, то у тебя есть четыре варианта. Моментальная, тиражная, онлайн-лотерея. А также лотереи, которые организуют бренды для стимулирования продаж. В моментальную лотерею ты уже выиграла. Кстати, а ты знаешь, где взять выигранные 18 рублей? Мелкие суммы оплачиваются обычно в том же месте, где был приобретен билет. А вот за более крупными призами нужно обращаться напрямую к организатору. Кстати, чем дороже стоит билет, тем более привлекательным может быть главный приз такой лотереи. Еще есть тиражная лотерея. Обычно в нее играет много людей, благодаря чему накапливаются реально большие джекпоты. Вы же знаете, что деньги в призовом фонде — это деньги таких же, как и вы, участников лотереи, которые купили билеты. Не государственные, не инвесторские, а ваши. Если быть точным, их половина. То есть из всех денег, которые попадают в лотерейную систему, только половина идет на формирование призового фонда. Другая же половина распределяется между государством и частными компаниями. Именно поэтому запомните правило. Как только вы покупаете билет, лотерейная система выигрывает сразу. А вы уж как повезет. Абсолютная правда. Полина, чему ты радуешься? На твоем билете написано, что выигрывает каждый второй участник. Не забывай, что это также значит, что каждый второй проиграет. То есть выглядит это так. Вы купили пять билетов и потратили 500 рублей. Победу принесли четыре билета. Но получили вы по ним в сумме 416 рублей. И явно не разбогатели. Таким образом, под словами «выигрывает каждый второй билет» организатор подразумевает, что каждый второй билет окупится. Вообще, чтобы сыграть в лотерею и проверить свою фартовость, иногда даже идти никуда не надо. Можно попытаться выиграть свой миллион онлайн. Работает это так. Где-то стоит компьютер. В нем работает генератор случайных чисел, которому несколько раз в день дают команду выплюнуть случайные числа. Они тут же публикуются на сайте лотереи. Если к этому моменту у вас был куплен билет, и вы угадали в нем нужные числа, вы выиграли. Ну что, Полина, сколько ты выиграла? 18 рублей в моментальной лотереи, 416 в тиражной и 0 рублей в онлайн-лотереи. А потратили вы на это? Полина, ну не расстраивайся. Может быть, тебе повезет в стимулирующей лотереи? Посмотри на упаковках. Это своего рода рекламные акции от брендов, которые решили заявить о себе или сбыть часть продукции. Я вот на днях купил 3 пакета любимого молока и выиграл ящик разноцветных гелевых ручек. Готов поделиться!